Вы проходите различные виды ингибиторов. В первую очередь основными ингибиторами, о которых вы говорите в течение семинаров, являются так называемые конкурентные ингибиторы, конкурентные обратимые ингибиторы ферментов. Во вторую очередь вы говорите о так называемых специфических необратимых ингибиторах. Когда вы проходите и ту, и другую группу ингибиторов, вы говорите, что особенностью конкурентных обратимых ингибиторов, важной ключевой особенностью конкурентных обратимых ингибиторов, является то, что конкурентные обратимые ингибиторы должны быть структурным аналогом субстрата. Когда вы говорите про специфические необратимые ингибиторы, вы говорите, что в принципе к ним строгого требования, потому что они должны быть структурными аналогами субстрата, нет. Вот давайте посмотрим на двух интересных примерах. Есть такой препарат, такое лекарственное средство, которое называется абиратрон. Сейчас я вам нарисую его формулу. Структурным ядром является циклопентан-пергидрофинантрен, то есть, собственно, это стероидное соединение в обязательном порядке. Немножко напоминающее холестерол, но вот тут уже дальше пойдут отличия. Это у нас абиратрон. Формула легкая. Формулу, я думаю, что вы не будете проходить. И второе вещество, которое называется кетоконозол. Как правило, про него говорят, что это вещество, которое обладает противогрибковой активностью, хотя не только. Формулу его я не помню, поэтому, с вашего позволения, я воспользуюсь небольшой подсказочкой. Формулу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть соединений, у которых ядром является циклопентан-пергидрофенантреновое ядро. Продолжение следует... Акетоконазол, который по идее должен быть структурным аналогом субстрата, он должен иметь такое вот ядро в своей структуре, а тем не менее вот такого ядра у него в структуре нет. И он является все-таки, несмотря ни на что, конкурентным ингибитором. Неожиданно для своей структуры. Вот такой вот интересный парадокс. При этом, несмотря ни на что, абиратрон, он как ингибитор 17-альфагидроксилазы используется, ну, скажем так, для более значимого показания и для более критического ингибирования. Почему? Потому что он является препаратом, который, точнее абиратронно-ацетат, его производная, является препаратом, который используется для лечения ракопростаты. Вот так.